Пенсионные фонды правительства Хабаровского края объединили свои усилия для борьбы с серыми зарплатами. Пенсионные фонды правительства Хабаровского края объединили усилия для борьбы с серыми зарплатами. Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и Комитет по труду и занятости населения правительства Хабаровского края подписали дополнительное соглашение о взаимодействии, которое предполагает обмен информацией, сотрудничества и взаимодействия по вопросам, связанным с легализацией заработной платы и трудовых отношений граждан. На сегодняшний день занижение реальной заработной платы работников и выплаты зарплаты в конвертах является одной из острых проблем как в Хабаровском крае, так и в целом по Российской Федерации. Теперь в соответствии с соглашением отделения Пенсионного фонда России ежеквартально будет представлять Комитету по труду и занятости населения информацию о плательщиках, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и о фактах выплаты неофициальной заработной платы. Совместная работа прокуратуры края, государственной инспекции труда в крае, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и Пенсионного фонда будет направлена на борьбу с выплатой заработной платы в конвертах. Неофициально выплаченная заработная плата не только нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в том числе права на достойную пенсию. Вопрос о легализации теневой зарплаты невозможно решить без участия своих граждан. Соглашаясь на получение заработной платы в конверте, работник лишается возможности получения займов или кредитов в полном объеме больничных и отпускных, в том числе и по беременности и родам, социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими обстоятельствами, права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю напоминает, что сообщить о фактах выплаты заработной платы в конвертах, в том числе анонимно, можно по телефону контакт-центра 842 12 46 0146.